приветствую на канале друзья с вами белый гор сегодня будет очень интересная тема друзья хочу порекомендовать вам подписаться на мой канал яндекс дзен попрошу вас зайти на мой канал подписаться на него и посмотреть любое понравившееся вам видео и нажать лайк заранее благодарен 11 декабря 1984 года телевизионный продюсер хайме шандера получил тщательно упакованный конверт в котором была не проявленная 35 миллиметровая фотопленка на ней как оказалось были запечатлены несколько страниц секретных документов известных под названием mg12 в этих документах упоминались видимые ученые и военные которые изучали захваченные летающие тарелки и пришельцев в это время шандар работал вместе с следователем НЛО вильямом муром профессиональным писателем мур сотрудничал с некими хорошо осведомленными людьми из разведки они установили с ним контакт 1980 году вскоре после выхода в свет книги происшествия в розу или которую он написал в соавторстве с чарльзом берлицем это была одна из первых книг посвященная событиям в розу или на первый взгляд документы были вполне официально и достоверные создавалось впечатление что кто-то в правительстве соединенных штатов хотел передать исследователям нло материалы которые в противном случае навсегда остались бы за пределами исследований в течение двух с половиной лет мур и шандар пытались определить является ли документы подлинными ли или нет к определенным выводам они так и не пришли в 1986 году питер хоу и дженни рэндаллс оказались вовлеченными в странную историю дженни позвонил какой-то человек и сказал что служит в британской армии и его командир просил передать им несколько документов это были 6 сообщений общим объемом 600 страниц во время разговора был упомянут ряд имен и кодов которые позднее совпали с данными из документа mg12 документы содержали результаты биологического анализа тел гуманоидов извлеченных из разбившихся кораблей данный доклад был датирован 1948 годом а еще одна папка относящийся к октябрю 1977 года называлась ликвидация невоенных источников информации рэндаллс и хоу встретились с ним в течение нескольких часов он подробно рассказывал о документах и о том как они ему достались его ответы на ряд заданных ему жестких вопросов были подробными и уверенными джон служил в армии до февраля 1985 года его командир несколько раз находился в служебных командировках в америке где установил приятельские отношения с одним офицером в сша с авиабазы райт паттерсон этот офицер был специалистом по вычислительной технике и утверждал что случайно обнаружил какие-то секретные файлы по нло он скопировал их но был арестован его британский друг забрал их из тайника и привез в англию оба офицера считали что эта информация должна быть передана гласности американец будто бы потом погиб в авиакатастрофе но его друг полагал что его убили намереваясь опубликовать содержание файлов офицер проверил всех своих подчиненных чтобы определить кто из них заслуживает доверие и может оказать ему помощь он рассказал джону обо всем только после того как тот демобилизовался из армии а потом вернулся в свою часть на сборы для резервистов проводившиеся выходные дни джон согласился помочь и получил информацию о том где спрятаны файлы и с кем необходимо связаться в день встречи с рэндаллс и хоу джон не взял с собой документы он сказал что из страха разделил их на несколько частей и перепрятал в разных местах теперь он колебался стоит ли вообще передавать документы но уфологи потребовали доказательств их существования и была назначена вторая встреча на которую джон должен был принести некоторые из них встреча была назначена в парке но джон так и не явился тогда рэндаллс и хоу решили что все это розыгрыш однако через 11 дней дженни рэндаллс получила от джона письмо в котором он извинялся за то что не пришел на встречу в это время он принимал участие во внутреннем расследовании по его словам через два дня после встречи его доставили на базу и допросили о секретных документах в середине 1987 года британский исследователь нло тимоти гуд отыскал другую часть документов команды mg12 и предложил их вниманию общественность в то время книга гуда стала бестселлером выступление в печати гуда заставила мура и шандеру поторопиться было решено не упускать удобный случай и последовать примеру британца в итоге вспыхнул тот большой и ожесточенный спор который длился уже больше десяти лет документы mg12 разделили сторонников нло на тех кто считал их фальшивкой и на тех кто считал их абсолютно подлинными и тех кто верит что хотя документы могут быть фальшивкой люди описанные в них существовали описанные события происходили на самом деле файлы можно разделить на две части первую часть составляют и документы краткий обзор которых подготовил в 1952 году контр-адмирал роско хеленкеттер обзор был предназначен для вновь избранного президента эйзенхауэра президенту надлежало осведомить о двух обстоятельствах во-первых была создана команда под названием majestic 12 которую поручили исследовать вывезенный с места крушения аппарат тела гуманоидов и все вопросы так или иначе связанные с крушением ко второй части следует отнести служебную записку записка датирована 1947 годом именно тогда президент гарри трумана поручил министру обороны джеймсу фореста лу создание этой великолепной дюжины первая страница документа озаглавлена только для прочтения под этим предупреждением знак классификации документа строго секретно а затем следует предмет операция majestic 12 предварительное ознакомление избранного президентом эйзенхауэром документа подготовлен 18 ноября 1952 года лицо ответственное за осуществление ознакомления адмирал роско примечание этот документ был подготовлен лишь для предварительного ознакомления его следует рассматривать как вступительный этап при осуществлении полного ознакомления которое последует позднее операция majestic 12 представляет собой совершенно секретную научно-исследовательскую технологическую и разведывательную операцию которая подчиняется только президенту соединенных штатов операция этого проекта осуществляется под контролем группы majestic 12 которая была образована соответствует исполнительским приказом президента трумана от 24 сентября 1947 года по рекомендации доктора ванна вора буша и министра джеймса форестала согласно этим документам группа была мозговым трестом по изучению нл и подчинялась непосредственно президенту труману в документе перечислены 12 членов группы все высшей степени заслуживающие доверие это ведущие ученые и видные военачальники включая контр-адмирала сиднея серса первого директора главного управления военной разведки генерала нато на туа и нинга командующего материально-технической частью ввс доктора ванна вора буша председателя объединенного комитета исследований и усовершенствованный и генерала хойта вандерберга начальника штаба ввс другими словами в списках членов комитета м джей 12 были имена тех людей которые исследовала назначить состав подобной группы на второй странице подробно излагали как была создана программа majestic 12 24 июня 1947 года гражданский пилот пролетая над каскадными горами в штате вашингтон заметил 9 летательных аппаратов имевших форму дисков которая перемещались в строю с высокой скоростью хотя это не было первым наблюдением таких объектов это был первый случай привлекший внимание средств массовой информации вскоре последовали сотни сообщений о наблюдениях такого рода многие из этих наблюдений были сделаны военными и гражданскими лицами заслуживающими доверия эти сообщения привели к тому что различные группы военных предприняли независимые усилия с тем чтобы в интересах национальной безопасности проверить природу этих объектов и их предназначения были проведены беседы с рядом очевидцев и предприняты безуспешные попытки преследовать на самолетах упомянутые диски во время их полетов порой реакция общественности на эти сообщения граничилась истерией несмотря на эти усилия о природе этих объектов имелось мало сведений пока местный фермер не сообщил что один из дисков разбился в отдаленном районе нью-мексико расположенным примерно в 100 километрах к северо-западу авиабазы ввс в розу или 7 июля 1947 года начала осуществляться тайная операция по сбору обломков крушения для научного исследования в ходе этой операции воздушная разведка установила что четыре небольших человекоподобных существа были очевидно выброшены из аппарата до того как он взорвался они упали на землю примерно в трех четырех километрах от места падения все четверо были мертвы и а их тела были сильно повреждены хищниками и пребыванием на открытом воздухе в течение примерно недели до того как они были обнаружены переправка этих тела занялась специальная научная группа обломки аппарата были направлены в разные места гражданским и военным очевидцам были даны соответствующие инструкции относительно того как им следует излагать события свидетелями которых они были журналистам была предложена убедительная версия прикрытия подлинных событий согласно этой версии утверждалось что объект представлял собой сбившись с курса воздушный метеорологический зонд генерал туаинг и доктор буш действуя по прямому указанию президента предприняли тайное исследование участники которого пришли к предварительному единодушному выводу 19 сентября 1947 года что диск представляет собой разведывательный аппарат ближнего радиуса действия этот вывод был сделан главным образом на основе размеров аппарата и отсутствие на нем каких-либо видимых запасов питания аналогичным образом доктор бронг организовал исследование четырех трупов обнаруженных на земле по предварительному выводу который сделали члены группы 30 ноября 1947 года хотя эти существа были человекоподобными биологические и эволюционные процессы которые привели к их возникновению существенным образом отличались от тех которые наблюдались при возникновении homo sapiens на самом деле в этом сильно сомневаюсь я вывел свою теорию о том что на этих аппаратах летают человекоподобные существа полностью доктор бронг предложил термин внеземные биологические существа или вбс в качестве стандартного понятия для обозначения этих существ до тех пор пока не будет согласована более точное определение почти наверняка известно что этот аппарат не был создан каким-либо из государств на земле но не было достигнуто единство по вопросу о том откуда он мог прибыть и каким образом одним из возможных мест старта был назван марс хотя некоторые ученые особенно доктор манзел считает более вероятным что мы имеем дело с существами из другой солнечной системы среди обломков были найдены многочисленные образчики того что представляется формой письма были предприняты попытки расшифровать их но они до сих пор оказались безуспешными столь же безуспешными оказались и попытки разгадать двигательную систему или природу и метод передачи энергии исследование такого рода было осложнено из-за отсутствия крыльев пропеллеров реактивных устройств или других известных нам а также из-за отсутствия металлических проводов вакуумных труб или аналогичных электронных компонентов предполагается что двигательная система была полностью уничтожена при взрыве который вызвал крушение аппарата необходимость в получении как можно больше и дополнительной информации об этих аппаратах и их технических данных и их предназначение привела к созданию в декабре 1947 года военно-воздушными силами сша проекта под названием сайн в целях безопасности связь между проектами саем и majestic 12 осуществляли два человека служивших в отделе разведки при материально-техническом командовании ввс в их задачу входила передача информации определенного рода через соответствующие каналы в декабре 1948 года проект сайн был преобразован в проект гранж настоящее время операция проводится под кодовым названием голубая книга связь с ней осуществляется офицером ввс который возглавляет проект 6 декабря 1950 года второй объект вероятно такой же природы пролетел по длинной траектории с большей скоростью упал на землю в районе el indio guerrero на границе между техасом и мексикой к тому времени когда прибыла поисковая группа остатки проекта почти полностью сгорели то что удалось собрать было доставлено на предприятие комиссии по атомной энергии сша сэндия new mexico для проведения исследований главное следствие этих событий для национальной безопасности страны состоит в том что мотивы и конечные цели этих посетителей оставили оставались совершенно неизвестными группа majestic 12 приняла единодушное решение непрерывно поддерживать меры строжайшей секретности и при новой президентской администрации в то же время следует быть готовым к исполнению плана mj 19 49 04 п 78 совершенно секретно для прочтения когда возникнет необходимость для публичного сообщения то есть они рассматривали версию публично рассказать об этом явлении наконец имелось не правил неопровержимое доказательство заговора правительства о котором так долго твердили наиболее упорные сторонники нло пробившиеся свой сказалось бы несокрушимые стены официальных структур которые должны были признать наконец что они умышленно скрывали тайну от американской общественности и всего мира ну я уже так понимаю что недавно было официально заявлено о том что инопланетяне как бы существует в америке и в принципе никакого всемирного там фурора это не произвело заявление ну между собой там конспирологи поговорили ну да ну да окей ну и все это новое свидетельство разрешила бы раз и навсегда все споры вокруг происшествия в розуэле и уничтожила бы все версии прикрытия которое руководство ввс отреагировала на это и последующие события отрицая их реальность течение нескольких недель в стране сторонников нло царила эйфория документы mj-12 расценивались как неоспоримое свидетельство того что неустанное усилие исследователей восторжествовали над попытками бюрократии отгородиться непроницаемой стеной и наглым обманом однако в результате трезвого анализа и расспросов большая часть которых была осуществлена самими сторонниками нло стало ясно что все не так просто после открытия документов были потрачены тысячи долларов чтобы доказать их подлинность и не меньшее количество денег было потрачено на то чтобы доказать противоположное были ли они подлинными или фальшивыми но документы mj-12 стали главными предметами спора между противоборствующими группами уфологов и им посвященные целые гектары типографических полос стентон фридман пытался опровергнуть заявление о том что доктор дональд мензел на которого были ссылки в документе постоянно высмеял заявление летающих тарелках фридман утверждал что мензел участвовал во многих сверхъестественных правительственных проектах а поэтому его обязательно привлекли бы к работе по проекту mj-12 может быть это и так но фридман не представил никаких доказательств в пользу своей версии как оказалось факты не могли подтвердить подлинность документов существенные сомнения возникли относительно номеров исполнительских приказов которые очевидно не соответствовали тем что использовались в то время не соответствовал существовавшему в то время и шрифт который был в этих документах подпись президента оказалась явно скопирована из какого-то другого документа кроме того совершенно необычным было использование нулей перед однозначными датами но самым подозрительным моментом было то что мур и шандера два года держали у себя этот документ прежде чем выпустить его в свет когда же это произошло в нем было немало вымаранных кусков что вполне обычная вещь для рассекреченных документов но само собой эти файлы никто не рассекречил дело о выяснении подлинности файлов сделала шаг вперед когда произошло удивительное открытие другого документа в национальном архиве в мэриленде который стал известен как меморандум катлера таунинга это памятная записка составленная специальным помощником президента сша энзенхауэра робертом катлером для генерала нато таунинга в которой говорится о намеченном заседании по программе majestic весьма кстати документ был обнаружен муром и шандером во время посещения ими национальных архивов где они попросили материалы из архива группы 341 и после продолжительного поиска неожиданно напали на ящик номер 189 в котором находилась папка с документами т4 взяв с собой этот документ шандера прочитал следующее президент решил что брифинг по mj-12 должен состояться во время уже запланированного заседания в белом доме намеченного на 16 июля они вслед за ним как первоначально планировалось уточнение будут внесены на месте пожалуйста измените ваши планы соответствующим образом ваше согласие с внесенными изменениями изменениями предполагается этот документ был заглавлен 14 июля 1954 года национальный совет безопасности mj-12 проект специальных исследований казалось что mj-12 был реабилитированы и мур чувствовал себя оправданным объявив что документ бесспорно подтверждает существование в 1954 году группы mj-12 и без сомнения связывает его с национальным советом безопасности и президентом сша меморандум катлера таунинга вновь разжег острый спор между противопорствующими группами уфологов а также между ними и критиком классом роберт тот трезвый исследователь нло направил запрос библиотеку эйзенхауэра и получил следующий ответ первое в книге заседаний о ежедневных мероприятиях президента эйзенхауэра не содержится никаких отметок о специальном заседании 16 июля 1954 года во время которого мог бы состояться брифинг по mj-12 даже если у президента были сверхплановые мероприятия в книге записей о них делались заметки с упоминанием времени встреч и их участников второе разметка которая поставлена на меморандуме никогда не использовалась в документах администрации эйзенхауэра строго секретно и для ограниченного круга лиц эти два различных типа классификации их никогда не было также какие разметки строго секретно для ограниченного круга лиц кроме того использование данной разметки было прекращено в ноябре 1953 года третье бюро по рассекречиванию национального совета безопасности проинформировала что нигде не записано о том что принималось решение о рассекречивании такого меморандума или любых документов этого якобы существовавшего проекта четвертое никакой дополнительной документации по мж 12 не было обнаружено не в национальном архиве не в библиотеке эйзенхауэра 5 наконец по решению президента роберт катлер 14 июля 1954 года то есть в тот день в которой он якобы написал памятную записку находился за границей в инспекционной поездки по военным объектам среди бумаг совета безопасности имеется меморандум от 3 июля 1954 года составленный катлером для своих подчиненных джеймса лэя и патрика коина в котором объяснялось как вести административные дела по национальному совету безопасности во время его отсутствия можно предположить что если бы памятная записка тайнингу была подлинной то ее подписали бы лэй и коин кроме того начальник секрета по военным справкам из военного отдела архивов джо энн уильямса обратил внимание что на этом документе нет номера обычного для всех бумаг из архивной группы 341 на которых отметка совершенно секретно там нет буквально водяного знака свидетельствующий о том что это правительственный документ а все бумаги на которых печатали свои документы катлер когда он был работником национального совета безопасности имели водяной знак с изображением орла в документах приведены сведения о необычных телах найденных в близ обломков крушения сведения эти отмечены сверхъестественным сходством с информацией которую собрало само бюро были и другие приметы которые подсказывали бюро что документы были реальны среди них спор среди участников м джей 12 о происхождении пришельцев сегодня мы считаем чем-то странным и устаревшим даже обсуждение вопроса о том что марс может быть родиной пришельцев но вряд ли стоит упрекать в этом составители документа текст был составлен 1952 году за 50 лет до запуска в космос первого искусственного спутника многие документы того времени доказывают что государственные чиновники придерживались мнения согласно которому инопланетяне по происхождению своему были именно марсианами интересно кроме того фбр был один подлинный документ об нло который подтверждает бумаги м джей 12 относительно летающих тарелок отделение фбр в ричмонде получила сугубо конфиденциальное уведомление от военной разведки по словам военных они крайне заинтересованы в любых сведениях улетающих тарелках в чем бы такие сведения не состояли служба контрразведки утверждает что не получила поручений от разведки ввс которая не видит оснований для беспокойства и тревоги тем не менее любые сведения улетающих тарелках надлежит безотлагательно передавать им по телефону 30 ноября 1988 года в вашингтоне федеральный округ колумбия была устроена встреча агентов бюро и и fc на надобность такой встречи была продиктована донесением отделения в далласе с одной стороны и с расследованием которая вела штаб-квартира фбр с другой 2 декабря 1988 года из вашингтона ушло секретное сообщение в даллас его текст был следующим сообщение надлежит считать целиком и полностью секретным секретность распространяется на весь текст относительно донесения далласского отделения 25 октября 1988 года в упомянутом донесении штаб-квартиру фбр просит прояснить является или не является секретным предлагаемый к нему документ 30 ноября 1988 года управление специальных расследований ввс сша сообщила что предполагаемый документ это подделка копии этого поддельного документа получили распространение во многих частях соединенных штатов документ полностью подложный далласу надлежит прекратить упоминание донесений расследования прекратить упомянутое в донесении расследования главный вопрос в этой истории остается неизменным зачем понадобилось фальсифицировать этот документ вероятно последнее время сторонники теории заговора слишком часто оказывались правы и понадобилось что-то для отвода глаз по моему мнению это придуманная самим правительством байка которая как я уже неоднократно заявлял подтверждает теорию шарообразной земли с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мои видео оставляйте комментарии что вы думаете по этому поводу до встречи в следующих выпусках а